привет друзья ну что сегодня у нас очередное 2 сезон шоу простите кто-то звонит алло да опять и чарльз звоните ну да просто вы названите постоянно 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 глеб нет глеб уже трудоустроился вы смотрели первый сезон да глеб вообще красавчик и иван красавчик макс тоже не иван тоже трудоустроился на максу запрос ведь на на женю ну да ну как бы у вас было не дура хорошо давайте еще занят мы съемки второго сезона перезвоните я вам сам перезвоню окей а может и не перезвоню потому что вас много а крутых чувачков мало все до свидания название в этой чары друзья вот такая движуха вот такое шоу популярное короче ну хорошие кадры на полу не валяются поэтому вот мы снимаем это шоу для того чтобы хороший кадр быстрее еще короче разгребались как пирожки горячие на рынке опять напомню друзья здесь участвуют наши студенты которые учатся программировать но не учатся таким теоретическим знанием во втором сезоне у нас будет больше вопросов про скажем так не только про javascript про react а больше будет особенно в 3 4 серии про условно там компьютер сайенс назовем про какие-то там сейки про какие-то там штучки и дрючки поэтому будет очень круто обязательно подписывайся на канал ставь лайки пиши в комментариях как думаешь кто выиграет и вообще может написать ответ на свои свои версии на ответы которые дают ребята и которые да может быть чересчур лояльно я засчитываю как правильные на самом деле ты такой возмущаешься сидишь напиши да свою версию пожалуйста ответа это будет полезно как и готовьтесь ребят готовьтесь к собесам у вас нет такой возможности потренироваться тренируйтесь и ходите на настоящий собес не бойтесь облажаться как наши ребята не боятся облажаться перед вами перед этой камерой перед этим глазом циклопом короче не страшно не страшно страшно очень страшно но тренировка репетиция придешь на собес и уничтожишь там всех просто напывал как-то так если хочешь получить по каждому вопросу такой сформулированный кратки там минута тире 3 правильные ответа димыча переходи по ссылке в описании там есть плейлист с отдельными видосиками с правильными ответами ко всем сериям HR позволит и по спонсорству эти видосики вам будут доступны спонсорство самое минимальное на канале там копьё вообще поэтому поддержи димыча поддержите нас утром потренируйся и вики в космос дружище всем счастья и добра шесть здоровья починь и конфет макс уже был у нас да был парочку раз парочка в офисе нет у нас обес но я онлайн проходил себе сразу облажался у города короче мне не хватило какой-то уверенность в себе я так немножко еще было грида могу могу но на вопросы типа ответил они говорят нам нужно более опытные а другой раз я был на медла вот там не 45 минут наверное имели вопросами вот там облажался но чувствовался нормально самом деле что-то ящик пошли отсюда пошли отсюда мне кажется мы сейчас разговариваем назовите три-четыре метода массива так это самый наше любимое это мап допустим фильтр файн 3 массива макс дикий в этом смысле да мап фильтр да вопрос такой простой для разогревочки не еще стрессуете боитесь да очень до у меня ноги трясутся серьезно трясутся как я писала в инстаграме то чувство когда сначала согласился а потом лапки трясутся это у тебя сейчас кошка хотела рожать да у меня собака я готова и кошатницей стать да я подберу сейчас кого-нибудь не ходите на собес пусть хоть кто-то ходит на собес пожалуйста да массива так не эффектно мап редюс фильтр это три-четыре хорошо все пуш поп мап фильтра супер зачтено хорош хорош ну давай методы массива у нас есть фильтр есть мап есть форыч редюс дальше что у нас пошло flat да и хватит следующий вопрос простой такое гид система контроля версии что это значит предназначено для того чтобы разработчики на одном проекте параллельно пилили свои фичи не мешая друг другу и потом это все вместе чтобы не изменение постоянно не происходили они не не в одном не в одной ветке для всех а у каждого своя а слово версия причем здесь это есть версия условно создаем там новые новую ветку и там уже пилим следующую версию параллельно параллельно а старый пандапин один человек может с гидом работать смысл смысл они имеют но а имеет потому что чтобы фиксировать эти изменения которые он сам делает потом можно было откатиться у него супер молодец мой это распределенная система контроля версии есть какие-то уровни там не знаю распределение данных данных нас распределённо по чём распределённо по чём? по репозиториям каким? в смысле какие? удалённые есть репозитория есть? ну удалённые удалённые и локальные а для чего нужен гид вообще? ты сказал что это такое а для чего нужен? это полный будет ответ просто расшифровать я не просил а я не знаю сам мне кажется может он не расшифровывается а может и да и это шутка была что для чего гид нужен? все загуглили быстренько можно использовать в командной работе можно просто для своего кода чтобы нормально отслеживать свои изменения вот ты написал кусочек кода сохранил его отправил и ты знаешь что у тебя на каждом твоём этапе разработки есть сохранённый все плюс тебе это ну вообще у нас есть распределённая система версий короче гид нужен для чего фишка это вообще система контроля версий вот он работает на основе распределённых систем версий то есть получается у нас есть удалённый сервер у нас есть локальный сервер мы сначала с удалённого качаем полностью весь ну то есть качаем с сервака на локальный сначала и уже с локальным работаем на компьютере в дальнейшем уже отработали все на компе и в итоге отбросили на сервак вот фишка в том что фишка в том что у нас сохраняется сервак нагнулся у нас локально остался нашей позиторий короче так это гид нужен для того чтобы если вдруг какой-то сервер не нет вообще гид нет гид нужен для чего чтобы поэтапно можно было разрабатывать свое приложение и при возможности откатываться обратно пока не там для того чтобы в принципе так в одиночку ты работать можешь есть смысл с гидом работы да конечно есть а с командой вообще смотри фиш какая еще гид допустим ты пишешь так движешься поэтапно комитив комит 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 и в принципе он нужен для того чтобы можно было легче комитить баги ну фиксить баги то есть ты написал какую-то ерунду тебе нужно думать где это написал черт подели меня допустим два часа назад еще все работало отключусь к я набрал обратно и посмотрю что тут случилось ну это прокомитить баги на самом деле это более реальная ситуация ну и команда разработка конечно же отлично отлично принято система контроля версии супер для чего она нужна ну это грубо говоря как соцсеть для программистов такая аналогия не пойдет ну ну примерно для нужно у кей нужен для обмена кодом например у нас есть проект и ну я сделал какую-то часть кода закинул на гид и уже тот человек который со мной но тоже разрабатывает там предложение какое-то посмотрел что я сделал и супер для командной работы взаимодействия система контроля версий почему не ну я так глубоко конечно не вдавался подробности в одиночку можно работать с гидом есть смысл в одиночку смысла ну как бы есть смысл если вот и пишешь сам какое-то приложение один и тебе нужно откатиться на какую-то но версию назад и ты версию назад сюда засчитана система контроля версию которая позволяет сказать разработчикам разрабатывать независимо друг от друга программное обеспечение которое потом держится в одну итоговую один разработчик может использовать гидом да ну почему да потому что можешь что-то так сказать перемещаться между своими комитами и откатываться на тот момент ну так сказать на тот момент в истории когда у тебя было что-то резонно да может супер 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 что такое замыкание замыкание это некоторая фишка образно если на примере то это когда мы функцию дочерню мы передаем ей значение родительской функции но для примера то есть мы функцию вызываем внутри цели функции то есть это нам позволяет допустим сохранять некоторые значения не передавать значение в область глобальной видимости а замыкаем мы функциональные вторая функция которая раскрыта внутри первой родительской она может использоваться значение и сохранять их а вторая функция вызывается внутри первой нет а на юриду мне возвращается супер супер пример из жизни какой ну каупер самый как бы вообще элементарно а из жизни из нашей реактовая жизни точно креатор санк креатор санк креаторы ну то есть используется вообще по всеми это функция из эта функция и все доступные и переменные а давай это одно из определений можно договорить что это значит привет практики из жизни из из учебника тоже там карирование берутся переменные из замыкания молодец хорошо супер если на совете сразу же спрашивать про карирование но это у нас будет попозже просто готов и хорошо вести направлении то в котором хочется тебе замыкание это функция с доступом с переменами которые мы имеете подросток это пример какие-нибудь на первом занятии по первое занятие порядок у нас есть там замыкание было уже на коне лет первое занятие я не помню но замыкание могу пример привести типа function параметр а и в нее входит и она возвращает функцию которая там ретурн это плюс б вот и там вторая функция вот эту активы берет из замыкания это даже скажем так частный случай замыкания которого называется карирование замыкание когда мы функции вызываем саму функцию далее подписи но это когда когда ты выходишь но из извне ну снаружи короче берешь супер функция пример может привести пример но если правильно помню это если мы функции это скорее надо когда мы функции еще одну вызываем функцию и у нее создает свою область видимости вызываем функции нет мы ее ретурным ретурным фунт допустим нам надо а при пульсовать б внутри функции будет ретон функция а а в ней будет ретон функции б и когда мы двойных скобы ну в скобочках пишем 1 мы создаем область видимости на единице а потом когда вызываем второй раз вторую функцию мы уже обращаемся именно к этой области видимости и вызываем хорошо а когда ты просто пишешь то есть ну правильно но такой пример ты первый урок на первое занятие function там компонент а фронт а фронт с игре скобки ретурном дивка нас ездить замыкания фаншин компонент а а ретурн хайли дефил кустая даже и кнута вызывать крит элемент мы ставим гиф пробцы вторым аргументом до замыкания на кредит на реакт критерами до рука не происходит передаем туда вот блин да уже можно зачитать и не засчитать за считаем хорошо ответить замыкание способность функции иметь доступ к переменам внешнего лексического окружения. Первое занятие реактора. Мы просто создаем первую компоненту. Есть там замыкание? Слушай, вопрос с обходом. Что-то я чкую. Но все зависит от того, что у тебя в ретурне. А классовая компонент или у нас функциональная компонент? Если используем хук, то будет. Почему? Ну, потому что хук у нас там по себе внутри используется замыкание. Хорошо, нет ахука. Нет ахука? А вот уже кнопку не считается. Ну ты же нажал. Все, давай, рассказывай. Если просто так. Сейчас, подожди. Да, мне кажется, там будет замыкание. Как будто там замыкание. Я на вскидку. Я сейчас точно не скажу. Мне кажется, будет там замыкание. И слово Владу. Подожди. Давай, короче, я своей колокольной скажу, что там замыкания нет. Если просто пустая компонента, без ничего. Ну, с дивкой, понятно, с дивкой. Ну, с дивкой. Короче. Катер, на самом деле, что дивка это такое? Это JSX, но не сути, а в реале. Он превредется в JS, который создаст функцию, которая вернет эту дивку. Вот. А, соответственно, функция, возвращающая функция. Если там какие-то у нас перемены. Давайте по старому реакцию. В React, например, React create элемент, да, превратится? Да. И вот React. Что такое React? Библиотека, как же я знаю. Да, откуда она берется? Мы с импорта ее достали. Да, ну, то есть внутри функции она есть, React? Внутри функции нет, она зависит от вооружения, берется с импорта нашего. Да, и получается, как бы, даже замыкание. Понял. Отличие двойного равно тройного? Это строгое и нестрогое равенство. Когда три равно, мы сравниваем именно по типу, а когда два равно, второе значение, можем изменить ему тип и сравнить уже конкретное значение. Мы изменяем тип. Компулятор. Хорошо. А пример нестрогого равенства, чтобы оно было равно? Ну, там, условно, одиннадцать и одиннадцать как строка. Хорошо, суперзащитено. Тройного равно. Тройное равно строгое равенство, а двойное, оно преобразовывает типы. Не такое строгое. Вот. Ну, и лучше использовать тройное на всякий случай, там. А пример двойного, чтобы оно было равно? Двойного, чтобы было равно... Что-то true получилось по итогам. Ну, чтобы обе стороны были true. Или, наоборот, false. Я знаю. Какой-нибудь пример, что тройное поставить будет false, а двойное будет true. Ну, там... строка и чехол. Что-нибудь такое. Конкретный пример, давай, вот. If. Я так не умею. Да я сто процентов знаю, я просто не могу так. Мне нужно написать. Смотри. Пиши, пиши пальцем по столу, давай. Если двойное – это true, да? Или что? Если двойное – это true, да, а тройное – false. Так, ну, окей. Допустим, один равно один типа строка. Все, молодец. Поехали дальше. Окей. Ну, равно тройное. Красава. Да, двойное равно работает с приведением типов. Типа, когда она сравнивает 2 перемены, она приводит их к 1 типу и сравнивает î. Давай пример, чтобы получилось true с true слов. Пять цифра, пять строка. С двойным равно они будут равны, с тройным не будут, потому что тройной не приводит к 1 типу. Угу. Блак. Ну это строго не строгое неравенство, двойное равно не сравнивает по типу, от равно сравнивает по типу. Приведи пример двойного равенства. Ну строка единица, двойное равенство равно число единицы, строка единица тройное равно не равно единице, число единицы. Окей, принято. Строгое не строгое равенство, при двойном равенстве позволяется переведение типов, а при тройном строго проверяйте, если это не соответствует, это все. Типа значения. Давай пример такого, что было при двойном true, а там false. При двойном true, а там false. Например, пустая строка и false, если при двойном сравнится, наверное, true. Потому что пустая строка переведется к false, false равно false равно true. А если при тройном, пустая строка другой тип от булю. Да, серьезно? Давайте проверим, кстати говоря. Ну да, это как-то проверять. Чего это, типа, очевидно? Ну да, двойное равенство даст true. Секундочку. Хочешь проверить? Пустая строка равно двойное false, да? Да. Молодцы. А если в скобках будет написано false? Двойное равно false. А в каких скобках? В квадратных, ну, в обычных скобочках, в кавычках, простите, в кавычках false. А, false строка? А, false это будет не строка, не пустая строка. Это же не пустая строка, конечно. Будет false. Ну, потому что это как строка. А false строка равно true? false строка будет равна true, потому что не пустая строка при двойном сравнении даёт true, при тройном сравнении даст... Не важно. False в строке это всегда true. Потому что это строка. Ну, строка не пустая. Вот. То есть вы... Почему я засомневался? Потому что, на самом деле, эти предотвращения, они дебильные. Не, это всё очень понятно. Не, подожди, ну, было бы понятно, вы бы сейчас ответили правильно. В смысле мы неправильно ответили? Давайте так, чтобы вам вообще было проще. В кавычках true равно просто true. В кавычках true. Но двойным просто true. Войным true. Да. Двойным true. Так. Двойная кавычка true, это будет не пустая строка. Она придётся в true. Вот. Вы сейчас по псевдоистинам псевдо-лож, а здесь другие переводы. Здесь через числа... Вот видите, чтобы вы понимали. True равно true, false. Вот отсюда весь дебилизм. Да, я вообще в эту тему поэтому и даже... Я вычистил её из головы. Как нас натянули, а? Вот. Да-да-да. Как саму на глобус. Потому что тут идут, по-моему, к числам. Отличие микротаски от макротаски. Будет всё в зависимости в цикле выполнения. То есть сначала, когда у нас компилируется код, мы сначала будем выполнять синхронный код. Потом, допустим, мы увидим какой-нибудь promise. Это будет уже, получается, event loop запишет как микротаска. А, допустим, в самом верху будет стоять какой-нибудь setTimeout, то он, ну, его воспримут как макротаск. И, соответственно, когда мы, допустим, захотим увидеть, у нас есть код там setTimeout, promise и, допустим, внизу там последняя строчка console.log. Мы это всё заряжаем, получается. И мы сначала увидим console.log, потом мы увидим promise, а в самом последнем мы увидим setTimeout. так, молодец. Ну, порядок выполнения в событийном цикле, грубо говоря, макротаски у нас хранятся в очереди. Микротаски у нас исполняются в стеке вызовов. Сначала исполняются все микротаски, а потом только выводятся макротаски из очереди. Примерно правильно. Откуда берутся микротаски? Откуда берутся макротаски? Надо обязательно ответить. Исхода. Я точно помню, там есть такое понятие, что это там. Прям изнутри. Как создать макротаску? Вот тебе задачу. Катя, создай макротаску. Макротаска – это setTimeout. Супер. А создай микротаску? ZensPromise. Супер. Всё зачтено. Зачтено. Отличие микротаски от микротаски. Чёрт подери. У нас есть импульс, событийный цикл, который постоянно работает и ждёт чего? Ждёт он, в принципе, микротасок. Эфирка в том, что микротаски складываются в стэк и отрабатываются по одной. Но есть ещё у нас такая структура данных, как очередь микротаска. И микротаски, в принципе, между выполнением тасок, они могут отрабатывать, складываться в эту очередь. Они туда складываются и между каждыми тасками выполняется полностью вся очередь вот этих микротасков. То есть фишка в том, что макротаски выполняются по одной из стэка, а микротаски полностью выполняются вся очередь. Гипотетически, что если у нас микротаски будут приходить примерно с той же скоростью, с которой они выполняются, это может быть бесконечное зацикливание. А откуда берётся микротаска и откуда берётся макротаска? Ну, фишка в чём. Макротаска – это, в принципе, наш основной синхронный код. Это как я понимаю. А микротаска – это в основном promise, это синхронщина, которая просто откладывается на будущее для того, чтобы она там где-то что-то получила и просто потом вставила в код. Для того, чтобы не было задержки кода. Лед – пр равно new promise, в котором просто resolve сразу делается. Есть микротаска здесь? Конечно, есть. Этого микротаска и будет. Ну, я тебе всё равно, значит, ответ наговорил с большего ты правильный, но здесь неправильные моменты. Ну, это вообще… Взяла? Не, ну я… Как раз над этим вопросом там кто-то рассказывал, но пока тяжело понять. Ну, нажми, что я всё время отвечаю. Не жми, нажми. Так я преподаю эту тему. Давай, жми. Про отличие микротаски и макротаски? Ну. Ну, давай, нажал. Как создать макротаску? Как создать микротаску? Ну, микротаска создается с помощью промисов, а микротаска создается с помощью сеттернаута, сеттервала, либо других пользовательских… пользовательских… раз, раз, раз… пользовательских этих… взаимодействий. Окей. Если я напишу в коде new promise и там я в промисе сразу зарезовываю этот промис, у меня макротаска или микротаска создастся? Пока ты зону не подцепишь, оно никуда не пойдёт. Молодец. Не подловился. Не подловился. Не подловился. Разница между методами массива map и forage? Map создает новый массив, а forage просто изменяет исходное. А может, не изменять исходное? Ну, если мы там просто ретурним то же самое, то не будет его изменения. А мы forage ретурним что-нибудь? Нет. Он пробегается по каждому элементу массива. Ага. Изменяет так, как его надо. Изменяет так, как его надо. А он может его не изменять, пробегаться для другой цели, например? Ну, наверное. На какой цели ты можешь пробегаться по массиву, например? Я обычно forage не использую, потому что в реакции это всё иммутабельно меняется. Forage так не использует. Для чего, Игорь, forage может надо быть сам? Ну, тебе всё равно зачтено, молодец. А forage для чего? Не знаю, можно посчитать там исторический элемент. Супер. Я хочу про map рассказать, а Катя про forage. Да. Вообще мы долго спорили, типа, forage он мутирующий или не мутирующий. Я даже не рассказала. Ну, короче, разница между map и forage. Map используется для того, чтобы... Он возвращает новый сейф, он, типа, изменяет. А forage используется для переборов. Хотя в теории он тоже может мутировать. Вот. А map кому мутирует? Ну, исходный свой мутирует. Ой, map... Сейчас. Мак, он возвращает новый. Он не мутирует. Он не попросил, что мутирует. И ещё forage медленнее. Вот. Есть такое, наверное, JavaScript. Да. Там чувак... Про forage медленнее? Да, map быстрее. Чувак сравнивал, что forage на 70% медленнее, чем map. Ну, это у него, там, браузер. Не знаю где. Угу. Как вы думаете? Ну, и forage возвращает on the fine. Вот, да. А map? Map новый массив. Мак новый массив, да. Ну, и вместе будем встречать. Вика, ты отвечала? Тебе за чтено? Нет. Докер ещё впереди, понимаешь? Я храню свои знания. Forage. Ну, я ждал. Извини меня. Ты два раза дернулся. Надо было макс... Да я вопрос даже не дослушал. Мап. Так. Для чего он нужен? Он использует какую-то функцию, которую он применяет к каждому элементу массива. Супер. Так. При этом он возвращает, на каждой итерации возвращается этот элемент, и на выходе у нас в итоге получается массив новый, который преобразован с помощью этой функции, которая в map работает. Так map возвращает элемент или массив? Хорошо. Массив он возвращает. Молодец. Функция, которая работает. Супер. Молодец. А forage что возвращает? А forage and find возвращает. Супер. 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 О, еле. А forage не изменяет массив и, ну, map создает новый массив и изменяет, применяется к мапу, можно применить к методам, то есть каждому элементу массива можно задать там допустим reduce там какой-нибудь там или другой метод. и, и скорость там, может, отличает, по-моему, forage медленнее, а, допустим, map… А мне кто-то об этом сказал, что где-то прочитали… Ну, это… Мап. Мап создает новый массив, а forage просто пробегается, грубо говоря, лупом, ну… Просто перебирает. Циклом, ну, это самое… А forage меняет элементы старого массива? Нет. А map? Меняет. А, старого? Нет, он же создает новую копию. А если, ну, он создает копию чего? Копию массива? А элементы старого массива? Да. Элементы старого массива? Нет. Элементы старого массива? Элементы старого массива не меняет? То есть… Как он его поменяет? Он меняет элементы старого массива в новом массиве? Нет. Нет. Он создает копию… Он создает новый массив, который… Он создает полностью новый массив. А внутри элементы какие сидят? Старые. элементы старого, но они могут поменяться. На самом деле тут с подвоха, тут все проще. Я могу, допустим, элемент единицу и применить к нему любой метод еще внутри мапа. Ну, значит, он меняется. То есть индекс-то его остается, грубо говоря, или нет? Короче, засчитан правильный ответ, а по поводу подвоха потом правильный ответ я расскажу. Разница между мапом и паричем, потому что мап возвращает новый массив из элементов, которые были, так сказать, возвращены из функции callback, которая была передана в мап. А парич возвращает он defined, но может, так сказать, взаимодействовать с элементами переданного массива. А старого массива, единственного, а в мап не может взаимодействовать? Может. Потому что callback передается третьим параметром. Массив. Короче, передается тот массив, по которому проходит цитрация. А если бы вот третьим не передавался, он мог бы взаимодействовать? Аааа. А нет. Массив. Нет. Как взаимодействовать с массивом? Нам с элементами. То есть, меняет исходные элементы мап и фарыч? Меняет или не меняет? Меняет или мап? подвохом. Мапа for each, текущие элементы, по которым итерируется, меняет их или не меняет? То есть всё зависит от того, какие элементы. Если это примитивы, то он вернёт новый массив с новыми элементами. Если это объекты, то если ты не делаешь полную глубокую копию, то он будет их менять по ссылке. Всё супер. Отличие Proto от Prototype. Блин, для меня это было сложно. То есть, отличие Proto. Proto у нас в JavaScript есть практически в любом объекте получается. То есть мы и в числе есть Proto, и в букве есть Proto. Ну мы можем это применить, если, допустим, возьмём круглые скобки. Окей, окей. Оно заработает, да. Да. А Prototype мы можем увидеть, получается, в классе и в функциях. Получается. Ну, как бы, да. То есть, ты правильно сказал. Это, типа, у кого есть отличия. А что это такое, вообще, как бы, между собой? Ну, у нас всё, получается, наследуется от какой-то, допустим, сущность. То есть, если мы пишем, получается, допустим, какую-то цифру, она является каким-то объектом, у которого есть свойства Proto. Супер. И, допустим, ну, к примеру, нам... А что это свойство Proto? Что в нём? Нам необходимо, ну, там, огромное количество методов, которые мы можем применить, допустим, к этой цифре, массиву, объекту, да, то есть он содержит массив. Если мы захотим его, допустим, расширить каким-то образом, мы можем, обратившись к этой сущности, к примеру, Object, Prototype, придумать какой-то свой метод, который нам необходим, и он автоматом, получается, подтянется в нашем проекте под все объекты. Нет, по-моему, даже ты сейчас рассказала, по-моему, даже нигде не ошибся. Молодец, нормально, супер. То есть, как бы, я там могу тебе подглавить, как бы, уточняю. Молодец, отлично, зачтено, супер. Ну, Proto есть у всех объектов, Prototype есть только у классов и функций, и Proto ссылается на Prototype класса, от которого он был создан, от которого был создан объект. Супер, давай пример, какой-нибудь, например, я создам LED C равно квадратные скобки, пустой массив. У C есть Proto? Да, и это Proto ссылается на массив, да, Array Prototype. Супер, молодец, Proto и Prototype. А я дополню тебе. А, спасибо большое. Кстати, даже такой, что он дергается, да? Отличие Proto и Prototype. Ну, Proto есть, получается, у всех объектов, скажем так, практически у всех. Свойства Prototype есть у классов и функций, которые написаны через slow function. Proto, скажем так, какого-нибудь элемента, который мы рассматриваем, ссылается на Prototype конструктора, с помощью которого он был создан. Супер, например, пишем LED A равно квадратные скобки. У A есть Proto? У A есть Proto. Чему он равен? New Array. Array Prototype. Молодец, молодец, дочь кино. Prototype. А ты только знаешь? Нет. Proto есть у всех, а Prototype есть только у классов и функций. Это, то есть, что такое Prototype? Это мы создаем класс функций, допустим, Animal, создаем на основе Animal, там, Elephant, и прототайпом Elephant будет класс Animal. А Proto, это есть у всех, допустим, если мы зайдем в обычную строку, неправильно? Не говори-говори, давай, если мы зайдем в обычную строку. Если мы зайдем в обычную строку, то у нее будет Proto слой. Какой? Смотри, короче. ToString, скорее всего, будет ToString, а у ToString будет уже Proto Object. Function A, объявляем Function A, пустую, ничего не делаю еще. У A есть прототип? Да. А Proto есть? У A прототипа нет, у Proto есть. Function A равно фигурой скобки. Function A без... Без тела, внутри ничего нет. Да, будет прототип. Будет прототип Function Prototype будет. Ой, Prototype, да. Смотри, а... У функции будет. Хорошо. А Proto есть у Function A? Если на уровень выше подойдем, да. Что такое на уровень выше? А точка Proto я могу написать? Интересный вопрос. Минусуем. Давай, я нажму. Нажму. Я вопрос задам, спрошу конкретный чемпионит. Хорошо. Протоп. 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 Это у нас, получается, есть он у функции, это объект. И в результате, ну, с различными свойствами этот объект. Который будет установлен инстансу этой функции в качестве Proto. Хорошо. А теперь такой пример. Так как сказано правильно, объявляем Function Man, пустая функция, Function Man. У Man есть Proto? Function Man? Конечно. Протоп. Протоп. Есть объект будет. Ведь функция это у нас… И чему равно Proto? Object. Подожди, мы говорим о самой функции. Правильно? Function Man и в нее есть Proto. Вот у Man точка Proto мы можем написать. И чему будет огромно? Конечно. И это будет Object, поскольку у нас Proto поставит конструктор объекта. И там будут методы стандартного джаваскриптового объекта. Function. Function. А Function и все на этом? А у Function и дальше объект. Замечательный холивар. Не-не, очень просто. Здесь очень просто. Man, если это функция, Man точка Proto равно конкретно чему-то очень легко. Function Prototype. Function Prototype, да. Все, здесь как бы вот так вот. Function Prototype. А уже дальше там будет Proto, а лучше Prototype. А уже дальше, да. Ну, все, все. Ну, там такой знатный холивар. Ну, в случае даже не засчитываем ответа. Почему? Ну, он сказал, что Man точка Proto равно Object. Ну, все, да, я пропустил. А это равно Function точка Prototype. Ну, ладно. Хотя сам вопрос ответил. Да, ну, вы же, я же должен вам сейчас глубже вас через стекло. Да, где без проблем без проблем. Глубже. Что такое корирование, частичное применение? Отличие в том, что у корирования имеет только один аргумент, а у частичного применения может быть несколько аргументов. Смысл в том, что аргумент функции является какая-либо другая функция. То есть, таким образом, с помощью корирования мы можем достичь глубокой вложности, используя всего лишь один аргумент. То есть, самая глубокая функция возвращает какой-то результат, и вот так по типу наверх производят какие-то вычисления. И вот... Видно, что где-то готовился, читал, но какая цель конечная? Корирование это... Вот это буквально надо сказать пять слов. Восемь слов. Шесть максимум. Корирование это... То есть, знаешь, что это супер. На собесе это все равно будет тебе дзинь, типа молодец, что не полная тишина. Ну, функция применяется, наверное, для... Давай, Игорь, твое. Тимофей, не защитено. Если практически, то, допустим, что нам необходимо? У нас есть функция, которая принимает в скобках три аргумента. Вот, это хорошее начало. А мы хотим, чтобы эта функция принимала, допустим, сначала аргумент А, допустим, потом аргумент Б, и потом только у нас аргумент С. То есть, для чего нам это сделать? Если просто применить, то пример сразу как раз и частичного применения. У нас, допустим, есть какой-то магазин. Там есть, допустим, какая-то цена. И у нас есть любимый клиент, которому мы хотим давать скидку, допустим, там 25% от каждой цены, от каждой покупки в этом магазине, так? И мы каждый раз для того, чтобы расширить цену для этого клиента, мы будем что делать? Мы будем брать цену, умножать на какой-то коэффициент, получать результирующие там функции. Что мы сделаем, допустим? Мы сделаем так, то что мы пишем функцию, в которую передаем только цену. Она нам будет возвращать сразу функцию, где будет математическое выражение, которое рассчитывает эту цену. И для этого теперь в будущем, когда мы там будем, допустим, применять расчет этой суммы, мы просто передаем цену, там уже заложена функция и она нам сразу дает результирующий результат. Супер, это за щенок. Так, это преобразование функции с множеством аргумента в функцию с вложенными функциями, содержащими по одному аргументу. А частичное применение тоже самое с оперированием? Это когда вот эта вот вложенность, количество вложенных функций при карировании совпадает количеству аргументов, равно количеству аргументов. при частичном нет, а при частичном применении мы, например, фиксируем какой-то параметр, когда первый он входящий, он один аргумент, а потом перекидываем, грубо говоря, все остальные аргументы для использования. Супер, молодцы. Что такое карирование, частичное применение? Ну, извините. Да это еще страшно. Так я уже рассказывал. Карирование – это понятно. Преобразование функции с множеством аргументов в последовательный вызов функции вообще с другим количеством аргументов. То есть по факту мы можем, я не могу ошибаться, мы можем, допустим, функцию, которую карируем, у нее на вход приходят в последовательный вызов функций с одним элементом, то есть часто четыре раза мы ее вызываем, да, а также можем, допустим, сделать, я это видел, я, наверное, JavaScript читал, универсальная функция карирования, которая может, допустим, у тебя четыре элемента приходит, ты можешь в первый раз два элемента попадать, оно в аргументы сохранило, потом еще раз там по одному и так вот. То есть преобразование функции с множеством аргументов в последовательный вызов функции. А частичное применение, есть разница между карированием и частичным применением? Карирование частичным применением? Сейчас подумаю. Карирование частичным применением. Гипотетически, наверное, это одно и то же. Для чего нужно частичное применение? Ну, для того, чтобы, наверное, что-то сохранить. Если мы берем данные из разных мест гипотетических, так, то мы можем, допустим, в замыкании с помощью первого применения эти данные сохранить, а потом уже в итоге функцию, которую мы обернули, использовать в другом просто месте. Но при логировании, походу, что-то похоже использовать. Ну, отлично. Зачтено, короче, зачтено. Тут карирование частичное применение. Я своими словами объясню. Ну, я не знаю. Короче, у нас есть, к примеру, функция, в нее мы передаем A, B, C, три параметра. Когда карирование, то есть она, ну, как бы, переобразовывает эту функцию. То есть у нас три параметра будут, ну, три разных функции будет. Супер. А, B и C. С одним параметром. С одним, да. А частичное применение, что это? Частичное применение, короче, карирование, оно, это же, оно плюс-минус там как-то одно и то же. Просто частичное применение, оно, ну, почти все время используется, а карирование, оно как-то, ну, не так часто. Насколько там какой-то вот в этом подвох есть. Супер. Зачтем тебя уже. Молодец. Зачтем, зачтем. Как пользоваться call apply to mind? Ну… Реабилитируйся, мужик, давай. Ну, это методы, которыми мы задаем значение this для какой-то конкретной там функции. Когда мы используем bind, то мы жестко хардкодим, то есть какой именно объект будет нашим this. Call, в скобочках мы указываем аргументы, которыми является, может являться наш this, а apply – это то же самое, только там будет массив, массив объектов, которые будут являться нашим this. А call – массив объектов, которые будут… Нет, apply. Он принимает массив именно. Которые будут нашим this. То есть много их будет, и они все будут this. В массиве висит много элементов, и они все this. Но оно все будет в итоге как один объект. Наш this. Нет, нет, нет. Ну, а так просто отличие bind от call и apply. Есть какой-то? Apply call вызывает сразу функции. Ну, молодец, поговорил по теме, не зачтено. Игорь, давай конкретно про четко. Call, apply. Ну, все это методы функции, получается. Bind – это мы биндим функции некоторых контекст. Call, apply – у нас, ну, допустим, нам необходимо вызвать функцию сразу же. Это будет либо методы call, либо apply. Отличаются они только то, что мы в apply методы, ой, аргументы передаем массивом, получается. А первым аргументом мы передаем, то есть, наш контекст. Вот. Давай пример. Вот какой-нибудь call. Продиктуй, напиши в воздухе call. Call. Ну, например, нам необходимо… У нас есть функция некоторая, там, скажи привет такому-то, допустим, пацану. У нас есть где-то пацан, у него там есть name, у него есть там возраст. Мы, допустим, пишем, то есть, function say hello, открываем точка call, открываем скобки, указываем, ну, непосредственно, там, допустим, этого юзера. Угу. Ну, можем, допустим, и закрываем. Хорошо. Так, ну, начнем с того, что это методы функции. Угу. Используются для привязки контекста this. Это, например, если мы хотим позаимствовать метод одного объекта и присвоить его другому объекту. Ну, использовать его с другим объектом. Принимают все эти call apply bind первым параметром контекст, который нужно, а вторым аргументы. Bind возвращает вызов функции, а call apply вызов… нет, функцию. А call apply bind вызов функции. И разница между call и apply в том, что call принимает аргументы просто по порядку, а apply в массив эти аргументы дальше, которые нужны для использования в этом методе. А ты понимаешь, да, это все? Или просто заучил? Нет, то, что говорю вот четко, то понимаю. То, что пинаюсь, то уже… Ну да, это заучить на самом деле невозможно. Да, тут вопрос такой, что там… Спонсор моего сегодняшнего настроения – собеса Влада в среду. Собеса Влада в среду, приходите все. Как пользоваться call apply bind? Я понял. Ты сюда не лезешь. Call apply bind – это методы функции. Они служат для переприсвоения контекста. Call apply – это то, что call берет просто аргументы. Apply принимает в себя, типа, массив данных. Call apply – они переприсваивают контекст и вызывают функцию, а bind делает как отборку, типа, вокруг нее для многоразовых вызовов. Защтено. Спасибо. И последний вопрос. Да. То есть, как пользоваться… Мы создаем… Для чего это? Что это? Это методы функции, которые отличаются у call – это… мы передаем вторым аргументом массив. У apply – это строка, а bind создает отбертку нашей функции. Это мы задаем область видимости. Если мы хотим привязать… Это привязка контекста для определенной функции. То есть, bind создает одно… Отличие bind от двух остальных – это то, что bind создает обертку, а apply и call вызываются непосредственно… Ну, в этот момент. Ну, давай все-таки пример. Вот какой-нибудь… У тебя есть какая-то функция A… Ну, есть функция A, там что-то надо сделать. Мы пишем… Вот call, например. Покажи мне пример. Вот есть функция какая-то A… А точка call… А точка call… Первым передаем, что мы передать аргумент, а вторым мы… Давай, вот есть у нас просто вообще… Есть функция A, есть объект user и есть… Ну, вот call, да? Вот применим call. Надо, чтобы user был контекстом. А точка call… А точка call… Ну… Ну, user и аргумент… Зачтено. Нормально. Зачтено. Молодец. Зачем? Методы функции. Зачем? Для привязки контекста. Ну, называем, грубо говоря, у нас есть… Давай call. Вызови call. Точка. Ну, имя функции, которое у нас уже существует. Ставим точка. Говорим call. Дальше первым аргументом передаем контекст, который мы хотим к этой функции что передал. А дальше передаем, если нужны аргументы для этой функции. Через массив или через запятую? Через запятую такого массива, да. Угу. Молодец. Супер. Что такое баблинг? Ну, баблинг – это всплытие ивентов. То есть, на какой-то дочерний элемент происходит какой-то ивент, и каждый родительский элемент, он уведомляет о том, что произошел какой-то ивент. это поднимается все наверх, и если требуется, то в родительском элементе тоже происходят какие-то действия, если там они зависели от этого ивента, и вплоть до документа поднимается все вот эти вот ивенты. Зачтено. 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 Что такое баблинг? Баблинг – это всплытие событий. Допустим, вот у нас есть несколько вложенных там элементов, и если мы нажимаем, ну, допустим, типа квадратик в квадратике в квадратике, если мы нажимаем на самый маленький срабатывает, он клик, самый вложенный получается, то событие всплывает выше. Ну и, по идее, оно всплывает до документа и даже иногда до Windows, типа, оно может установиться на любом элементе, если там используется метод какой-то стоп, что-то там… Пропагандаш. Да, вот. А звучит громче, давайте, стоп. Ну и там что с пропагандой. Пропагандаш. Пропагэйшн. 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 Ну, извини. Да хорош уже. Че ты урёстый? Тренируюсь. А я дома просто сидел и я вот этого делал. Гвоздь забивал. Короче, баблинг – это всплытие события. Что значит? Если надо расшифровать, то ладно. Короче, на примере, да? Это когда у нас, допустим, понятно, наша структура документа какая, что у нас там большая, ну, вложенность находится. И баблинг – это всплытие события от элемента, на котором оно произошло до… ну, выше по вложности. По факту. Ну, если еще можно добавить, что событие, на самом деле, идет сверху вниз, сначала сверху вниз, а потом оно всплывает. Зачтено. Красавчик. Ну, это всплытие при, допустим… ну, есть всплытие и погружение события в Windows. То есть, оно начинается от Windows и идет до самого корневого элемента, ну, допустим… Не корневого. Ну, на котором произошло… Происходит… стоит прослушивание событий, на котором произошло событие. И оно подымается с… ну, допустим, у нас есть форма, есть дивка, ну, параграф, мы нажимаем на… там… на что… на… на П, и оно погружается с Windows, идет потом баби, там идет до низу и идет опять наверх. И самое простое отслеживание – это погружение, поэтому оно называется bubbling. На всплытие тяжелее… нет, наоборот. На погружении тяжелее отслеживать, а на bubbling уже поэтому называется, что… А как всплытие остановить? Ну, prevent default, либо stop propagation… А с помощью байда можно остановить? Нет, байда не то. То есть… Такой prevent default ни при чем? А, private default – это мы отменяем действие, когда, допустим, валидация формы происходит, а stop propagation, ну, почему-то я когда читал, его очень не рекомендуют использовать. Нет. Ну, просто там смысл был в такой контексте, что если в дальнейшем он придется навешивать на вот именно сколько надо кликов, вот этот stop propagation собьет все, и вы будете очень долго искать, и лучше там другими способами. А, ну… Ну, статистику очень тяжело отслеживать, если кто-то навешивает, ну, это… и потом мы будем статистику по кликам собирать, мы не сможем собрать, потому что события будут… Да, класс, классный кейс, да, супер, молодец, супер супер. Пузыр… А, блин? Да. Ну, давай. Это всплытие события, так сказать. Ну, в общем, короче как, у события есть две стадии погружения и всплытия. Так сказать, сначала пузырек погружается до таргета, так сказать, на чем произошел какой-то ивент, и потом происходит стадия всплытия. И в зависимости от того, где подвешен ивент-листенер, current target будет являться, ну, то место, где висит листенер, и таргетом являться будет то место, где произошел событие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова